Всем привет! С вами Ольга Фернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 марта. И вот в прошлом году, когда я показывала Настеньку Демидова подробно, люди стали интересоваться, есть ли еще сорта с такими же характеристиками, то есть толстоногие, которые можно выращивать загущенно, которые не вытягиваются в рассаде, которые можно выращивать в тоннелях, которые можно выращивать с притенением, с затенением, потому что они спокойно переносят вот такие густые посадки. Я сейчас покажу вам группу томатов, которые абсолютно схожи с характеристиками, такие же, как Демидов, как Настенька, то есть они толстоногие, они невысокие, они не вытягиваются в рассаде, их очень много. Вот смотрите, Госпожа Удача, Сибирская Тройка, Штамбовый Засолочный, Петруша Огородник, Клуша Москвич, Метелица, Таймыр, Спиридон, Гном, Ринет. Вы видите, что названий много и названия разные, но у всех одно достоинство. Они все толстоножки, они все такие короткие, аккуратные, компактные, то есть их при выращивании рассады, они не доставляют никаких забот, ни забот, ни хлопот, только вовремя полить и все. И сегодня, когда я светильники показывала, одна девушка-зрительница написала, что для томатов очень важно расстояние, но вероятно намекнула на то, что я не выдерживаю расстояние, что это для них густо. Да, я это знаю, что я же не высаживаю вот таким образом ни бычье сердце, ни де-барао, ни король-гигант, потому что это сделать невозможно. Они сразу же вытянутся, они полягут, они будут такие бледненькие, тоненькие, но есть сорта такие удивительные, которые позволяют выращивать себя с загущением. И вот это просто находка для тех, кто хочет, ну опять эту тему затрону, кто хочет, например, выращивать томаты на продажу, кому надо посеять большое количество, или у кого всего одно окошко, и вот эти, нужно как можно позже их распикировать, они будут ждать, они подождут. Вот эти вот томаты, посеянные ровно месяц назад, ну разве высокорослые вот такие тонконогие выдержали бы в такой загущенной посадке и сохранили бы такое качество, упругие такие, у них листья толстые. Конечно, по рисунку листа я вижу, что они здесь разные сорта, но кажется, что вообще здесь, что одно море. Нет, это разные сорта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот здесь 11 сортов, и все они такие, вот, ну как я рассказывала, толстоногие, неприхотливые. Все эти сорта есть возможность выращивать по принципу посадил и забыл, то есть они сами лягут, обвешиваются томатами, лягут и будут на земле лёжа. У меня позапрошлогоднее есть видео, где я показывала, все эти сорта можно выращивать не посынкуя, не подвязывая на грядках-ленивках, только прополка и только полив. Все эти сорта такие холодостойкие, устойчивые к длительным таким периодам пониженных температур весной. Вот у меня петруша и ринет, они даже обмерзали до половины, ну как верхушка до половины ствола весной, во время весенних заморозков обмерзали. Потом, после вот этого обмерзания, они прекрасно восстанавливаются, обрастают эти листья, они засохли, они сбросили их, начинают, ну вот как я говорила, через пасынок, сами себя через пасынок выращивать, новые пасынки вылазят и догоняют даже остальных. Вот это сибирские неприхотливые сорта, обо всех о них я буду снимать отдельное видео, так же как про Настеньку я сняла, но дело в том, что Настенька у меня для раннего урожая, для теплицы, и она уже немного как побольше, она уже, ну там есть что показать, а эти просто все вместе, сейчас каждый отдельный сорт показывать смысла нет, вы их не различите. Я их вот сейчас распикирую, они еще немного разрастутся, это более поздние пасевы, это для открытого грунта, и потом о каждом сорте я расскажу отдельно, потому что здесь разные, какие-то розовые, какие-то красные, какие-то удлиненные формы, сигаровидные, какие-то круглые, какие-то плоско-округлые. Каждый может выбрать на свой вкус. Пробуйте, испытывайте. Я думаю, что один раз посадив их, и увидев, как почувствовав такую разницу, что вот это неприхотливость, это их выносливость, влюбитесь в них раз и навсегда. Вот у меня они фавориты на моем участке, ясно, что я живу в сибирском регионе, мне именно такие нужны, и тем более у меня их много, я высаживаю, за всеми сильно уход такой тщательный, некогда делать, особенно вот это посынкование, вот это вот все, они у меня в любимчиках. Все, до свидания.